Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Слава навеки Агунцу Божьему! Слава Богу Святому! Аллилуйя! Приветствую всех с Кривого Рога! Доброе утро всем! Благословенное доброе утро! Сегодня первое Ниссана, Новомесячье и Новый Год. Сам Бог сказал однажды, выводя нас из Египта, месяц сей да будет начало месяцев года. И вот отчитываем мы месяцы и годы и от, конечно, безусловно, нашего пращура, нашего пра-пра-пра-пра, нашего пра-батюшки, нашего Адама, от сотворения мира и на дворе 5779, уже с половиной, да, год. Вот, но также с того самого Божьего Исхода тоже идем, ведем отчет лет, месяцев и лет. И наступил 3331 год. Так что с Новым Годом, с новым счастьем всех! Вчера поздравление было, вчера поздравляли мы друг друга. Вчера здесь, в Кривом Роге, встретил я новый 3331 год, со дня нашего Исхода. Спасибо Господу Богу Всемогущему, спасибо за все! И вот был вечер и утро, теперь уже утро, уже светает, уже солнышко там уже еще не видно, но чуть-чуть уже светает, уже видно, что скоро уже взойдет солнце. Как написано, да, и был вечер, и было утро, день седьмой. Шаббат, день Господний, совпал с первым Ниссана. Замечательное, красивое совпадение, очень даже красивое такое, да, сегодня утро. День Господний, день седьмой, да, день покоя и день первого Ниссана. Очень символично, знаете ли, что сегодня вместе мы празднуем, да, эти две великих таких даты. Да, с одной стороны, да, первое Ниссана, начало месяца Пасхи, нашего Исхода. С другой стороны, день седьмой, день покоя, когда мы вспоминаем тот самый первый Шаббат, ту субботу, первую, да, первую субботу в истории человечества, когда Бог провел ее с нашими предками. Недолго музыка играла, недолго продолжался праздник, недолго идиллия на этой земле продолжалась, но память об этом сохранили мы в веках. Первый Шаббат Бог провел на этой земле, да, рыбы, птицы, звери, растительный мир, животный мир, все, а наипаче человек. Хотя человечество все было, как говорится, ты да я, да мы с тобой, не то что сейчас, конечно, миллиарды нас на этой земле, тогда всего-то было, ты да я, человек, муж и жена, мужчина и женщина, наши пра-пра-пра-родители. Шаббат шалом, Роман пишет, да, шаббат шалом, брат дорогой, шаббат шалом вашему дому, шаббат шалом всем друзьям церковной реформации, шаббат шалом, моя семья, мир субботний и благодать, да, умножится, аллилуйя, спасибо тебе Господь. Да, и сегодня суббота, сегодня воспоминания того самого первого шаббата в истории человечества, вот, конечно, не только суббота, это воспоминания о прошлом, нет, не только, но во многом, да, это воспоминания о прошлом, действительно. Но это также и день сечащий, и воспоминания о будущем. Есть такое выражение, да, по-разному люди употребляют это выражение, для разного обозначают, как бы, разное, что обозначают этим словом, этим изречением. Но вот воспоминания о будущем, потому что Машиах грядет, аллилуйя, потому что Господь наш грядет, вот, и ему есть что сказать, он грядет и не в безмолвии. Вот, и одно из знамений, которое произойдет на нашей планете, когда Машиах вернется, когда Христос придет, мы, христиане, верим во второе уже пришествие, да, Машиаха Христа. Первое было в образе раба, значит, да, и искупителя, агнца. Второе уже в образе, в другой уже ипостаси, да, в образе льва, в образе правителя, в образе уже царя царствующих на облаках. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо. Тысячелетнее царство Христово, это не фэнтези, это не, знаете ли, домыслы. Это действительно то, что ожидают и ожидали миллионы и миллионы верующих на этой земле. Уже два тысячелетия это ожидание есть. С того самого дня, как он улетел, как он ушел в небеса, ангелы сказали нашим братинам, тогда старшим, что мужи галерейские смотрите? Нет, еще не скоро. Ваше дело делать то, что он сказал. Вот, а он вернется таким же образом. И вот ожидаем, и Библия завершается, книга откровений завершается словами, Гряди, Господи Иисусе, возвращайся, Господь, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. И одно из знамений, которое произойдет при его пришествии, втором, да, там много что произойдет, конечно, удивительного. Одно из знамений, это вспомин смерти, чьи православно Пасха. Вспомин смерти, чьи православная Пасха. Но православная Пасха тоже это вспомин смерти. Вспомин смерти и воскресенье. Православная Пасха это не только обряд, традиция, это воспоминание смерти на кресте Агнца Божьего и его воскресенье из мертвых. И также Пасха православная, это еще и вспоминание того, что он вернется, возвращение его святого. То есть то, что он был и есть и грядет. Поэтому Пасха православная, ну вообще христианская Пасха, не только, а у вашей церкви, реформаторской нашей, обновленческой, то же самое. То также воспоминание смерти, воскресенье и второго пришествия, возвращение его ожидания Пасха, исход из Египта. Я думаю в любой церкви нормальной, ну как нормальной, в любой христианской церкви больше или меньше. Ну в каких-то ветвях христианства больше акцент на смерти Христа, в каких-то больше акцент на воскресенье, в каких-то на втором пришествии, на адвенте. Но, в принципе, во всех церквях христианских, считаю, и то, и другое, и третье присутствует. И Пасха для нас это не просто вспоминание смерти, воскресенье или второго пришествия. Это сам Христос. Наша Пасха сам Христос. И это чудо, на самом деле, чудо спасения. И вот я говорю, что одно из знамений, которое должно произойти при его втором пришествии, это то, что святость субботнего дня вновь воссияет на этой планете. Как было 5779 лет назад с половиной, вот так будет и при его возвращении, при его втором пришествии. Опять наступит время, когда из субботы в субботу люди будут приходить на поклонение Господу Богу, поклонение. А по поводу куличей спрашивают. Ну, это не имеет отношения никакого к Пасхе. Я об этом на семинарах рассказываю. И вот можете посмотреть семинары, трансляции семинаров. Вот вчерашний, нет, позавчерашний. Позавчерашний вечер. Вот, на ютубе есть, на этом канале ютуба есть. Все трансляции сохраняются у меня на канале ютуба, поэтому можете посмотреть. Там я рассказываю в конце, самом как раз там, даже ближе к концу семинара. Вот, значит, и я там и рассказываю, что не то важно, с чем вы встречаете Пасху. Конечно, и важно, и не важно одновременно. Вот, но в некоторых церквях квасный хлеб, в некоторых там пресный хлеб. Кто-то держится библейских традиций, кто-то языческих. Роман пишет, что много смотрел трансляций. Слава Богу. Вот, но дело не в языческих традициях или в библейских традициях. Можно держаться в библейских традициях, но быть весьма далеким от Бога. Можно держаться языческих традиций и быть весьма близким к Богу. Поэтому здесь дело-то не в том совершенно. Вот, и можно светить куличи, вот, и быть близким к Богу. А можно хрустеть мацой и быть кошерным из кошерных, но быть весьма далеким от Бога. Здесь это не эта роль играет. Наша Пасха – сам Христос. Наша Пасха – сам Христос. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь Вселенной. А сегодня, да, сегодня вот у меня такой куличик, будем договорить. Хлеб квасный. Да, это не пресный хлеб, это квасный хлеб. Ну, времена опресных еще не наступили. Дни опресничные еще нам предстоят. Кстати, осталось немного. Я думаю, уже не успею все на логу заехать. Сегодня Шаббат. А завтра воскресенье. Они, наверное, не работают. Ну, ладно. Посмотрим. Ну, в Киеве, может быть, закуплюсь. Получится закупиться мацой. Дело в том, что уже осталось-то немного совсем времени. Поэтому, друзья, товарищи, братья и сестры, дамы и господа, закупайтесь мацой. Уже времени мало остается. До Пасхи. Сегодня первая Ниссана. А 14-го Ниссана уже Песох. Пасха. Вот. И в этом году полнолуние, месяц Ниссан, в который Бог вывел нас из царства тьмы, из Египта, выпадает на 19-е и 20-е, получается, апреля. Да. 19-го и 20-го апреля. И мы проведем пасхальные седеры 19-го и 20-го апреля. Вот. Да и потом на пасхальной, ну, неделе опресничной тоже будем проводить некоторые такие тоже седеры. Для гостей, для верующих из других конфессий, динаминаций тоже будут приходить люди. Вот. Потому что после 20-го марта, извиняюсь, после 20-го апреля в этом году, после 15-го Ниссана, получается, всего 3331 года от сотворения мира. От исхода от сотворения мира 5779 года. Значит, неделя опресночная. Неделя опресников идет. Вот. И, да, всю неделю после 20-го апреля мы хрустим мацой, хрустим опресниками. Поэтому закупайтесь уже сейчас, приготовляйте мацу. Но самое главное, конечно, приготовляйте свое сердце. Приготовляйте свое сердце. Даст Бог, мы сделаем трансляцию у себя в церкви в Киеве. С пасхальных седров. Ночь 14-го Ниссана, 15-го Ниссана проведем седр, Пасах. Вот. И с мясом, горькими травами, с пресными хлебами проведем пасхальные седры. И, в общем-то, я думаю, что даже в разных вариантах проведем. И таких, общецерковный такой, и с гостями. Один из седров мы планируем провести вместе, как раз с пасхальной ночью, провести вместе с межконфессиональной и межинтернациональной командой молодежь с миссии в Киеве. Вот. Я преподавал как раз недавно в школе, у них школа библейского христианского мировоззрения называется. Записи тоже есть все уже на канале Ютуба этом. Вот. И созрела идея уже в конце, уже к концу этих занятий. Вот. Провести седр, Пасах вместе. Провести Пасху Господню, опресночную эту, святую, Божью именно вместе. Так что, готовимся. Ну, а сегодня сейчас у нас причастие, евхаристия, хлебопреломление. Вчера мне уже вечером вот подвезли хлебушек. Да. Привет с Кривого Рога. Это Криворожский хлеб. Да. Очень, кстати, вкусно пакат у них. В Кривом Роге очень вкусно пекут хлеб. Привет вам с 95-го квартала. Да. Да. Я сейчас в 95-м квартале. Разве Пасах не для обрезанных, как приказал Бог, кто не обрезанный исполнит до истребица душа из народа. Да. Не обрезанным нельзя есть на самом деле Пасху. Вот. Это будет лишь в погублении. Вот. Поэтому мы приглашаем всех, но, значит, приглашаем-то всех. Но вкушают Пасху только обрезанные. То есть, принявший Иисуса Христа своим Господом, Богом, Спасителем. Обрезание Христова. Вот. Даже если обрезан человек физически, допустим, да, в иудейской традиции, в мусульманской традиции, но если он не принял Машеха, Христа, Иисуса Спасителем, своим Господом, он как не обрезанный. Но если даже он физически не обрезан, но если он принял Иисуса Христа своим Господом, Богом, Спасителем, то он обрезан. И поэтому обрезание Христова для нас, новозаветных верующих, это приоритетно. Приоритетно. Мой дедушка, татарский мой дедушка Гали Ахмед, он обрезал у нас всех мальчиков татарских, еврейских. Но сегодня я рассуждаю так, что то, что, допустим, мой дедушка делал, обрезал татарских и еврейских мальчиков у нас, ну, это было советское время, это были 70-е годы еще, начало 70-х. Вот, 74-й, 75-й годы, вот я помню, как раз, да, 76-й год. Вот, и к нам приносили мальчиков и татарские семьи, и еврейские семьи, и дедушка мой обрезал их. Он был очень ловким в этом отношении, ему доверяли. Ну, это так неофициально, потому что, как бы, как вот русские крестили тайком, да, вот. А у нас татарские и еврейские мальчики тайком так вот обрезались. Вот, ну, время такое было. Не было у нас ни мечети, не было ни синагоги, не было там, где мы жили, в Поволжье. Вот, значит, и, но сегодня я рассуждаю так, что дедушка мой, он ловко обрезал всех мальчиков у нас, но обрезание, оно как не обрезание ныне. Потому что для меня, я уяснил для себя такую вещь, почти 40 лет назад я уяснил для себя эту очень важную истину, что обрезание – это Христово. Обрезание Христово. Но Песах был предназначен для обрезанных телесно. И вы, Роман, имеете в виду, вы, наверное, путаете ветхозаветный Песах и новозаветный Песах. Вы, наверное, путаете вот эти два разных подхода. Мы и кровь не используем, агнцев, у нас кровь Машиаха. Вот, поэтому новозаветный Песах – это совершенно, скажу так, ветхозаветный лишь был прообразом новозаветного Песаха. Новозаветный Песах – это сам Христос, сам Машиах. Поэтому, ну, не утром на молитве сегодня эта тема для обсуждения. Я думаю, что уже с понедельника вечера, даст Бог, я как раз у себя в Киеве, в церкви, буду говорить, как раз на протяжении всего месяца не сам, как раз совсем нет указания, точное поведение для спасения. Аминь. Указания точно для спасения, да. Сегодня обрезание – это сам Иисус Христос. Поэтому Пасха, Песах, в новозаветном формате мы едим, будучи обрезанными Господом. Поэтому, неважно, Роман, вы обрезаны физически или не обрезаны, значит, неважно. Важно, что вы приняли или не приняли Господа Ишуа Машиаха, Иисуса Христа своим Спасителем. И неважно, вы еврей или не еврей, неважно, вы какой конфессии, деноминации, религии, традиции держитесь. Вот, самое важное, кто для вас Ишуа, кто для вас Иисус. Если Он для вас Христос, Сын Божий, Спаситель, Господь, то тогда да. Хорошо, спасибо, Его пастор, побеседуем с понедельника. Вот, но, да, вопросы пишите ваши. Хорошо, я попытаюсь разъяснить эти вопросы, потому что у большинства христиан, честно говоря, и иудеев в голове такая каша, такая путаница насчет Пасхи, насчет Песоха. Но, чтобы путаницы каши такой не было, я сразу скажу, упреждая все вопросы и иудеев, и христиан, и тех, кто держится, значит, разных традиций, будем так говорить, языческих, оккультных или библейских, значит, традиций Божьих. Наша Пасха Христос, вот это запомните. Вы можете забыть остальные все вещи, можете забыть там о чем угодно, но вот это не забудьте. Можно разный порядок Седр Песаха провести, можно разный порядок там, не знаю. Мы проводим Седр Песах именно в новозаветном формате, не ветхозаветном, потому что центром Седр Песаха нашего является сам Иешуа Машиах, сам Иисус Христос. Вот, аминь, слава Богу. А сегодня сейчас хлебопреломление, причастие, причастие в первый день нового года. Новый год я встречаю здесь, в Кривом Роге. Новый год встречаю, встретил уже здесь, в Кривом Роге. И в новом этом году Господь да благословит сегодня всех нас и каждый день этого года. Я напоминаю тем, кто подключился, что Новый год, почему Новый год? Исход, потому что когда Бог выводил нас из Египта, да, неважно кто вы по национальности, кто вы по религии, конфессии, динаминации. Если для вас Библия это Божье Слово, если для вас Иисус есть Христос, Иешуа есть Машиах, то Исход для вас это не только история чья-то, это история ваша, это история наша, это история наша общая. Вот, и так что, друзья, вывел нас Бог из Египта. Аллилуйя, спасибо тебе Господь. И это произошло, это происходило 3331 год тому назад. И накануне этого самого кульминационного момента, исхода, накануне самой этой кульминации исхода, Бог сказал, месяц сей Ниссан, или же Авив, Авив, он с одной стороны указывает на Аву, на папочку нашего, на Бога, а с другой стороны он указывает на Льва, вообще это потрясающее название. Но буквально Авив это весна, весна, животворящая весна, действительно, Авив. Но больше мы вспоминаем другое название, Ниссан, поэтому я даже подписал, чтобы было понятнее, первое Ниссана. Да, сегодня первое Ниссана, поздравляю всех с Новым годом, с новым счастьем, благословений Господней всех вам. Начинаем Новый год с хлебопреломления, с причастия. И отсчет лет мы ведем, да, значит, с одной стороны мы ведем отсчет лет, ну, есть гражданский календарь, есть гражданский календарь и на дворе 2019 год сегодня, у нас 6 апреля 2019 года, это по гражданскому нашему календарю. Условно он называется от Рождества Христова, условно он считается от рождения Машиаха. Условно почему? Потому что неточность в средние века, когда высчитывали этот календарь, в ранние средние веки еще придумывали этот календарь, то составители календаря ошиблись, как сегодня уже достоверно, с помощью исторических исследований, библейских исследований и астрономических исследований. Мы сегодня уже точно знаем, что ошибка произошла на 3,5 года, будем так говорить, да, примерно. Вот, и, значит, но по-прежнему, условно говоря, мы считаем, что вот от рождения Машиаха, от Рождества Христова, значит, 2019 лет. На самом деле уже чуть побольше, вот, значит, но есть точный календарь, точное исчисление, любой гражданин может, взяв ручку и тетрадь, взяв Библию, просчитать это, значит, самостоятельно даже проверить. Вот, это от создания мира, от дней нашего праотца Адама, и на дворе 5779 год с половиной уже, вот, и второй отсчет лет, уже по просьбе самого Господа Бога Всемогущего, это от дней нашего исхода. Месяцы, он сказал, да будет начало месяцев года. Там в буквальном переводе с еврейского имеется в виду отсчет и как месяцев года, так и самих лет. Вот, и, потому что в сенандарном переводе там не совсем понятно, о чем идет речь. Хотя, даже в сенандарном переводе понятно, что это такая дата, как бы календарная дата особая. Вот, и, так вот, дамы и господа, братья и сестры, наступил с сегодняшнего дня, вот, со вчерашнего, ну, с вечера, и был вечер, и было утро, новый день, первое Ниссана. И наступил 3331 год со времени нашего исхода. И в полнолуние Ниссана, которое, я хочу снова напомнить вам, друзья, уже предпасхальные дни, уже мы вышли с первого Ниссана на финишную уже прямую к Пасхе, остается совсем немного. В этом году 14 и 15 Ниссана выпадают, соответственно, на 19 и 20 апреля, всего 2019-го. Так что, готовьтесь, дамы и господа, закупайтесь мацой, приготовляйтесь, потому что после как раз 20 апреля наступает у нас неделя опресночной, будем хрустеть мацой и будем действительно праздновать эту Пасху, Господнюю Пасху. И, конечно, хочу снова напомнить, паки, паки, снова и снова, что наша Пасха, это сам Машех, сам Христос, Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе. Аллилуйя, спасибо, спасибо за этот Новый год, спасибо. Благословен Ты, Господь, благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной всей, давший нам хлеб из земли. Благословен Господь, спасибо тебе за все, спасибо. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной. Александр, полная ли она? Нет, еще далеко не полная, она только началась, Луна, новомесячье, она только-только началась. Полная Луна, я хочу снова напомнить вам, 19 и 20 апреля в этом году, 14 и 15 Ниссана, полнолуние, выпадает на 19 и 20 апреля, поэтому будьте внимательны. Вот, Луна сейчас, она, если вы завтра и увидите, то она будет совсем маленьким серпом таким еще, только зародившимся. Первое, сегодня первое число, не полнолуние, сегодня первое число, месяц Ниссан. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь Вселенной. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Аминь. Но наипачий, Господь, благодарю Тебя, конечно, да, за хлеб из земли, за хлеб насущный наш. Но наипачий, благодарю Тебя, Господь, за хлеб, сошедший с небес. Хлеб из земли и хлеб с небес. Хлеб земли, который Бог дал нам из земли, это хлеб наш насущный. Хлеб физический. И он сейчас у меня вот на руках. Хлеб из земли. Бог, который дал нам, родил нам, произрастил нам. Спасибо тебе, Господь. Как и плод виноградной лозы. Да. Баруха Таадонай Элагейна Мелеха Улам, мы говорим. В начале всех молитв обычно, да. И по-русски это звучит примерно так, что благословен, благословен Бог наш, Царь Вселенной, Всех Миров, Создатель наш. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо тебе за плод виноградной лозы. А наипаче за лозу. Ты виноградарь. Ты виноградарь святой. За лозу великую слава тебе, Боже. Ты лоза, а мы ветви в этом винограднике твоем. Спасибо тебе, Господь. Без тебя мы ничего не можем сделать, Господь. Боже, ты лоза. И сегодня первого Несана, Боже, я тебе хочу славу всю воздать. И воздаю тебе всю славу и хвалу, Господь. Спасибо тебе, спасибо, что имею жизнь в себе. Твою жизнь, Господь. Твою жизнь, которую ты отдал за жизнь мира. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя, Святой. Благодарю тебя, ты хлеб, сошедший с небес. Ты лоза небесная. Лоза великая. Спасибо тебе. Спасибо тебе, великий виноградарь. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Господь, Боже Всебогущий. Спасибо, что я на лозе. И сок твой во мне. Кровь твоя во мне. В моих жилах течет. Плоть от плоти твоей я. Кровь от крови твоей я. Спасибо тебе, Господь. Я и Отец одно. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за Новый Завет в крови Сына твоего, Господа моего. Спасителя моего, Агонца твоего, Иисуса Христа. Спасибо. За хлеб жизни. Спасибо. 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 Благодарю тебя, мой Бог. Аллилуйя. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю, О Дух Святой, за все я благодарю. Благодарю тебя, Отец. Бог мой, Царь мой, Творец неба и земли, Иегова. Благодарю тебя, Иисус Христос. Спаситель мой, Господь мой, Бог мой, Царь мой, Владыка мой, Брат мой, Друг мой, Целитель и Освободитель мой. И ни в ком другом нет спасения, Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, данного мне, человеку, которым надлежало бы мне спастись, которым надлежало бы всем нам спастись, которым я спасен, которым я спасаюсь. Спасибо. Спасибо. Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой, За все я благодарю, Я Тебя благодарю. Благодарю тебя, Отец, Благодарю тебя, Иисус, Благодарю тебя, Иисус. Благодарю, О Дух Святой, За все я благодарю, Я Тебя, мой Бог, люблю, Я Тебя, Господь, люблю, И за все благодарю. За Голгофу, за кровь, Я Тебя благодарю, За воскресенье Твое, За победу Твою, За жизнь вечную, Бесконечную, Бесконечную, Жизнь счастливую, Пресчастливую. Благодарю тебя, Благодарю тебя, Мой Бог, Отче, Папочка, Небесный мой, Бог мой, Иегова, Творец неба и земли, Бог Авраам, Исаак и Якова. Благодарю Тебя, Господь, Иисус Христос, Спаситель мой, Друг мой, брат мой, Царь и Владыка мой. Благодарю, о Дух Святой, Руах Акадош, Аллилуйя, Руах Адонай. Руах Элогим, Аллилуйя, Аллилуйя, Дух Господний, Дух Божий, О, Дух Святой, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Руах, 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 Дыхание из жизни Ты, Дыхание, Дыхание моего. Спасибо Тебе, Господь, Тобою живу, И движусь, и существую, Тобою я дышу, живу Тобой. Дышу Тобой, Господь, Ты мой покров живой, Стал Ты моею новою судьбой, Дышу Тобой, живу Тобой. Тело Христа, Аминь. Кровь Христа, Аминь. Тело Христова, Примите, Источника Бессмертного Вкусите, Аллилуйя. Возьмите хлебушка, налейте себе соку, выпейте на здоровье и съешьте на здоровье. Рассуждая о теле и крови Христа, говоря и в сердце своем, и устами своими, кровью Иисуса Христа, телом ломимым Его, я спасен, я исцелен, я благоставлен всеми благоставениями небес, через кровь святую Агнца Божьего. Благодатью я спасен, и это не от меня, это Божий дар. Благодарю Тебя, Господь, за Твой дар. Благодарю Тебя, мой Бог, за дар вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашим. Благодарю Тебя за Твое божественное исцеление, благоставение, Боже, через святую жертву Голговскую. Смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Спасибо Тебе, Господь, что уже две тысячи лет без малого мы совершаем это великое таинство. Каждодневно на нашей земле совершается почти две тысячи лет эта великая тайна. Начиная с Иерусалима и по всему лицу земли, ныне во всех странах, на всех континентах. И легально, и нелегально, в гонениях, в стеснениях, или же открыто, публично, на стадионах и в скромных жилищах, в собраниях церковных и в кругу семей, среди друзей и среди врагов, в темницах, в заточениях и на воле. Боже, две тысячи лет подряд совершается великая тайна. Да, коли ты не вернешься, людьми разных национальностей, разных культур, разных религий, традиций, конфессий, динаминаций, совершается великое таинство воспоминания вечери твоей, воспоминания того ужина, который перевернул мир. Ты сказал после вечери, что это и твое тело, и твоя кровь. Ешьте, пейте на здоровье, пейте и ешьте воспоминания. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь Вселенный, спасибо тебе, спасибо. Рассуждаем о теле и крови Христа, братья и сестры, рассуждайте о теле и крови Господа Иисуса, рассуждайте. Спасибо тебе. Спасибо. 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 Аминь. 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 Спасибо, Господь, за Твое исцеление, Твое благосновение. Благодарю тебя, Господь, за жизнь вечную. Лехаем, за жизнь мира Ты отдал свою жизнь. Спасибо огромное, спасибо. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус, норовой. Спасибо, сладчайший мой, возлюбленный. Спасибо. Спасибо. Аминь. Я и Отец, одно. Я и Отец, одно. Я и Отец мой. Бог мой, Царь мой. Иегова. Бог Авраама, Исаака, Израиля. Бог, Спаситель, 3331 год тому назад, совершавший великое чудо. Спасибо. Спасибо за этот Новый год. Я поднимаю этот тост сейчас, Господь Божий. Новогодний тост. Боже, во славу Твою. Во славу Твою. Благодарю Тебя, Господь. Даже в казнях египетских Ты велик. Ты велик и прославлен. В эти предпасхальные дни приготовления благослови нас. Наша Пасха ныне – это Твой Сын. Иисус, наш Господь и Спаситель. Мой Царь, мой брат, мой друг. Мой Целитель, Освободитель. Владыка мой и Господь мой. Спасибо. Спасибо за Духа Святаго. За жизнь вечную. Спасибо. Ляхаев. Аминь. 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 Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Спасибо Тебе, Царь Зеленный. Спасибо. 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 С Новым годом, братья. С новым 3331 годом нашего исхода. С новым счастьем. Обновление милости Господней. Свершилось. Первое Ниссана наступило. И был вечер, и было утро. И Шаббат Шалом. Субботний мир. Благословений Господних. Всем вам. Шаббат Шалом, моя семья. Мир Господний. Шаббат Шалом, моя семья. Жена, дети, внуки. Шаббат Шалом. Шаббат Шалом всем, кто в эфире сейчас, и кто потом будет смотреть это видео. Шаббат Шалом. Эй, Вену, шалом, алейхем. Всем вам желаю мира. Эй, Вену, шалом, алейхем. Эй, Вену, шалом, 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 алейхем. Шалом, шалом, Йерушалай. Шаббат Шалом, Йерушалай. Шалом, шалом, Йерушалай. Шаббат Шалом, Йерушалай. Шаббат Шалом, 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 Шаббат Шалом, Шаббат Шалом. Алиду я Благоставляю всех вас, пою благоставения священников И перед тем отвечу коротко на вопрос Смерть Господню возвещаем Я обычно объясняю и у себя в церкви Есть несколько разных пониманий, объяснений Я все их пытаюсь донести у себя в церкви Ну и когда в гостях бываю, тоже рассказываю об этом Самое основное, самое главное Смерть Господню возвещаем И в чем дело? Мы провозглашаем, что благодатью мы спасены Через кровь Господа Иисуса Христа Смерть Его святую Его смерть дала нам жизнь Благодаря Его смерти я спасен Благодаря смерти Агнца Божьего я исцелен Я спасен и благоставлен Всеми благоставениями небес Это и есть возвещение смерти Господней Мы хвалимся крестом Господа нашего Иисуса Христа Которым мир распят и я для мира Это возвещение смерти Господней Есть другие еще факторы Есть другие еще объяснения Но самое основное Возвещение смерти Господней Которым мы делаем при Каждый раз, когда едим и пьем Это всегда, что я спасен кровью Христа Я даже когда борщик ем Я тоже размышляю, кушаю Каждый раз Вкушаю и я размышляю Да, я спасен кровью Христа Жертвой Его святой Для меня причастие в Харистии и контактное И бесконтактное Просто обычно воды даже беру с собой Чтобы нам для удобства Чтобы мы же не только дух и душа Мы еще и тело Для удобства Бог дал Вот такие знаки Важные очень Кушать, когда мы жуем и пьем Мы размышляем о теле и крови Христа лучше До нас доходит, до нашего тела лучше доходит Потому что Бог, Он спаситель тела нашего Спаситель духа и души и тела Всего человека Не разрывая Спасибо тебе Господь за все Благоставляю всех вас во имя Господня Во имя Иисуса Христа И смерть Господня возвещаем этому миру Всему миру Потому что не только я спасен Не только я исцелен Не только я как верующий человек Я благоставлен Но весь этот мир Весь этот мир спасен Весь этот мир Просто человеческий род Во многом закрыт еще Да, прошло два тысячелетия Но по-прежнему миллионы душ Еще закрыты от Его божественной любви И мы возвещаем смерть Господню Это Евангелие Царства По всей Вселенной Возвещаем смерть Господню Доколе Он придет Конечно, когда Он придет То все, там уже Ну, и дураку ясно будет Кто есть кто Да, но Сейчас Блаженно не видевшие Но уверовавшие Возвещаем смерть Господню И говорим Бог во Христе Примирил собою мир Не вменяя людям преступлений их И дал нам слово примирения Вот наше возвещение Смерти крови Господа Иисуса Христа Силы крови Господа нашего Иисуса Благоставляю вас Новогодним благословением Вчера вечером благоставлял Братьев, сестер Благоставляю вас Да, числа 6 глава Благословение Господне Да, благословит тебя Господь И сохранит тебя Да, призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да, обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Благословение Господь Ишуа Гамашиах Ишуа Машихейнум Во имя Иисуса Христа Мессии И ни в коем другом нет спасения Дамы и господа Братья и сестры Ибо нет другого имени под небом Данного нам, людям Которым надлежало бы нам спастись Которым спасены Которым спасаемся Слава Господу Он есть Воскресение Воскресение И жизнь Как вчера я говорил Как раз в семинаре Кто не смотрел Посмотрите, пожалуйста, записи Сохранившиеся на этом канале Пусть Бог благословит вас Спасибо всем, кто Молитвами и финансово Участвует в моем служении Господу Участвовал в прошлом году И в этом наступившем году Кто будет участвовать Благословляю всех вас С территории России Это можно делать с территории Украины Просто я тружусь в основном В наших вот этих двух странах Конечно, тружусь тоже И в Белоруссии И в Грузии И в других странах Но в основном Почти все время Это Россия и Украина Украина и Россия Молюсь о мире между нашими странами Та благословит и вас Пастор Сергий И всю вашу родину В имя Иисуса Христа Спасителя нашего Аминь, 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 брат Дякую, дякую, брат Вот, поэтому Каким образом можно участвовать Кто не знает еще финансово Моем служении То под каждым видео Есть информация Она обновляется иногда Бывает Но Открывайте последнее видео И там как раз Есть информация вся И под этим видео Тоже есть информация Пополняйте там Мобильные номера С территории России Или с территории Украины Там номера российские Украинские указаны И номер карточки Сбербанка в России И приватбанка здесь Вот В Украине Пусть Бог благословит вас всех Шалом Мир всем вам Из города Кривого Рога Божьей милостью Архиепископ Сергей Равлев Реформаторская православная церковь Христа Спасителя Аллидуя Сегодня буду на служениях И завтра тоже Проповедую И сегодня Я так понимаю В двух собраниях буду И завтра В двух разных собраниях буду Вот В Кривом Роге Пусть Бог благословит вас А с понедельника Даст Бог Уже у нас В Киеве Так что Киевлянам Всем привет Вот Даст Бог Уже скоро Увидимся Всего с Богом Аллилуйя Аллилуйя